Я желаю всем мира! А вот что написано в 15 главе книги Деяний. Иисус вернется на землю. Он восстановит павшую скинию Давида. Таким образом, очень много людей обратится к Богу. Но это не означает, что восстановление скинии Давида осуществится после возвращения Господа. Восстановление скинии Давида происходит в эти дни. Восстановление скинии Давида закончится тогда, когда вернется Иисус. Поэтому множество людей спасается, и кается в настоящее время. Скажи аминь на это. Иаков упомянул об этом на Совете в Иерусалиме, который обсуждал вопрос спасения. В основном спасение распространялось на иудеев. Господь Бог сделал спасение всеобщим для всех народов. Здесь Иаков говорит, спасение для всех народов – это исполнение предсказания пророка Амоса. Оно приводится в нескольких стихах 15 главы Деяний. Это спасение заключается в покаянии. Так исполняются слова о восстановлении скинии. А что же такое скиния Давида? Это шатер иудейского царя Давида, сделанный из палаток. Это непостоянное жилище. В центре скинии Давида стоял Божий ковчег. Вокруг него стояли певцы. Они поклонялись Господу день и ночь. Общее количество певцов составляло 288 человек. Каждая группа состояла из 12 людей. «Разделите 288 на 12, и вы получите 24». Они славили Бога 24 часа в сутки. Они хвалили и поклонялись. Это объясняется так. Все группы пели. Каждый час по очереди. Зная эти подробности, мы получаем представление о том, что скиния Давида – это круглосуточные, единодушные молитвы, хвала и поклонения. Господь Бог восстанавливает скинию Давида в наши дни. Первой песней, которую пели в той скинии Давида, был гимн. Это был гимн «Благодарение Богу за Его доброту». Эту песню сочинил Давид. В 16 главе первой книги «Паралипоменон» приводятся строки одной хвалы. Звучит этот псалом следующим образом. «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Помните? В 102-м псалме об этом также говорится. «Славьте Господа, ибо вовек милость Его навсегда». «Славьте Господь, ибо вовек милость Его Задумайтесь об одной из причин, влияющих на верование людей в Иисуса. А также о причине их исцеления, совершении чудес и восстановления. Они слышат песню о Божьей доброте. Тоже можно сказать и о нас с вами. Если мы часто поем о доброте Бога, то тогда Он восстановит и нас. Тогда мы исцелимся, поэтому и нам нужно почаще говорить о благости нашего Господа. Баба, ты хорош. Баба, ты хорош. Субтитры создавал DimaTorzok Братья и сестры, пожалуйста, поднимите свои руки. Повторяйте за мною. Отец, ты добрый? Иисус, ты добрый. Ты так добр. Ты очень добр. Ложиться руку на сердце. Ты добр ко мне. Ко мне лично. О, да, ко мне. Ощутите доброту Бога. Ощутите ее. Христос любит нас всех. Христос любит нас всех. Ты видишь в своих детей, Отец. Они положили руку на свое сердце. Они нуждаются в помощи Господа посреди этой пандемии. Многие из твоих детей устали. Они боятся и беспокоятся. Господь, помоги твоим детям. Прошу тебя. Господи, дай им свой мир. Им нужен Божий мир. Помилуй своих детей. Прошу, помилуй их. Отец. Ты благой. Дорогой Отец. Ты проявляешь доброту ко мне. Господь Иисус проявляет доброту ко всем нам. Спасибо. Спасибо. Во имя Иисуса. Аминь. Церковь, Бог желает, чтобы все мы проповедовали. Мы проповедуем эту благую весть. Это проповедь о доброте Иисуса. Иисус добр ко всем нам. Аминь. Библия говорит, Иисус умер за наши грехи. Это так. Его погребли. Но в третий день Иисус воскрес. В послании к римлянам апостол Павел говорит, все люди согрешили и лишены Божьей славы. Плата за грех – это смерть. Это вечная смерть, после которой люди попадают в ад. Ад – это очень страшное место. Не идите в ад. Именно поэтому Бог пришел в этот мир. Он пришел спасти нас всех от вечного наказания в аду. Как Господь спас нас? Библия говорит, Христос не познал греха и взял на себя наши грехи. Поэтому каждый, кто поверит в Господа Иисуса, будет оправдан Богом. А в данном стихе автор говорит, Христос умер вместо нас. Это мы должны были умереть из-за своих грехов. Но Отец возложил наши грехи на безгрешного Иисуса. Иисус умер ужасной смертью. Господа пытали. Ему пришлось умереть обогренным кровью. Почему Иисусу пришлось умереть такой дикой смертью? Библия говорит, без пролития крови. Запомните, без пролития крови не бывает прощения грехов. Для прощения наших грехов и ваших грехов, и моих грехов Иисусу пришлось умереть такой ужасной смертью. Иисус умер за наши с вами грехи. Господа погребли. Но на третий день Он воскрес из мертвых. Благодаря Его воскресению наша вера в Него не напрасна. Мы не умрем. Аллилуйя! В наших грехах мы никогда не умрем. А наоборот, мы будем жить вместе с Иисусом. Будем жить во веки веков благодаря тому, что Господь Иисус воскрес из мертвых. Умершие в Господе будут оживлены и будут вместе с Ним навсегда. Благодаря Его воскресению проповедь Слова не напрасна. Слово не вернется к Творцу тщетным. Оно принесет тот плод согласно плану Отца. Благодаря Его воскресению мы не являемся самыми жалкими из людей на этой планете. Мы самые счастливые из всех людей на планете Земля. Запомните! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я своими глазами видел те же самые чудеса, которые Иисус совершал две тысячи лет назад. Господь Бог до сих пор совершает эти чудеса. Я верю в эту истину. Я верю, что это так. Это случится во время этого служения исцеления. Это произойдет действительно. Аллилуйя! 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 Аллилуйя!